Сергей Кудренко. Для своего сайта Кудренко.Инфо мы продолжаем тему создания корзины для интернет-магазина. И сейчас мы займемся тем, что создадим структуру нашего сайта, файловую структуру, так как я уже здесь прорабатывал, для того, чтобы этот материал, создадим вот такую вот структуру. Нам необходимо здесь в папке, главной папке карт создать файл, создать папку. Папку мы назовем Views. Готово. В этой папке Views мы создаем еще папочку. Папку. Назовем ее Layouts. Шаблоны. Так. И в этой Views мы создаем еще одну папку. Называем ее Shop. Готово. Таким образом у нас в исходном в проекте добавили мы Views, Views Layouts и Shop. Ну, в папке Layouts мы создаем файл. Файл называем Shop.php. Так. И пока что тут у нас пускай ничего не будет. И в папке Shop мы создаем два файла PHP. Создаем файл PHP. Баскет PHP. Баскет PHP. Баскет PHP. И создаем еще один файл. и индекс PHP. Так. Пока что нам тоже тут ничего не надо. И так мы здесь создали структуру. такую же, как я уже прорабатывал до этого этот материал. Здесь мы создали дополнительно папку Views. В папке Views две папки Layouts шаблоны и папку Shop. И в папке Layouts мы создали Shop.php. И в папке мы создали дополнительно basket.php и индекс PHP. Я предлагаю еще в главном папке проекта создать еще один файл. создать файл PHP. Просто для информации. Назовем его PHP.php.info инфо инфо готово. Ну и скобочки не забыли поставить. Потому что наглядно посмотрим пути которые будем прописывать. И так мы запускаем файл. Запускаем. Сейчас у нас пока что открылась индексовая страница. мы здесь пишем PHP.info PHP.info Тут у нас раскрылась вся информация по PHP. Основные его настройки. Те которые прописаны в PHP.in нам на данном этапе нужны только будет вот Apache environment Apache окружения так сказать и здесь вот нам необходимо то что будет в массиве глобальном сервер пути которым мы воспользуемся далее. И так продолжим переходим в файл индекс главной нашей директории и давайте выведем echo переменная глобальная переменная сервер сервер и здесь пропишем документ 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 root документ root сохраняем сохраняем в общем если мы сейчас посмотрим по тому что мы видим файл PHP выдалась функция PHP.info то документ root это путь от корня до файловой системе от корня до самого в общем до нашей папки то есть это нам надо для того чтобы подключать различные папки на наше в нашем проекте нас давайте если мы сейчас просто перегрузим индексовую страницу то у нас пропис прописался путь fapatch http.doc то есть это путь от корня файловой системы продолжим значит мы формируем ссылочку пишем через точку карт 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 ну у нас в данном случае проект уже у меня карт 2 поэтому карт 2 далее папочка views views вот эта папка views далее пишем layouts 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 ошибка и здесь создадим переменную контроллер 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 сразу же эту переменную создадим Вот давайте вот здесь. И назовем эту переменную shop. Значит здесь у нас будет карт, views, layouts, shop, т.е. мы дошли сюда и в конце layouts, views, layouts, shop и в конце значит уже расширение поставим, соединим, комментируем, точка, точка, точка PHP и соответственно вот это надо взять в кавычки. Так, в конце точка с запятой поставлена, ошибку подсвечивает, сейчас посмотрим. Ошибка потому что вот эта кавычка не на своем месте, ставим кавычку, вот так вот ошибки нет. Так, если мы сейчас теперь в файле shop, который у нас лежит вот здесь вот в layouts, напишем, увидим, например, shop, для того чтобы проконтролировать подключимся мы или нет. и здесь мы в индексовом файле вместо hecho мы видим include. include и в конце точка запятой. Так, запустим наш файл. перегрузимся. Ошибка. Сейчас будем смотреть. Так, ошибка заключается по всей видимости вот это. Давайте еще раз посмотрим. Вот этот путь. Видите, расширение у нас слышь. Слышь не нужен. Сохраняем. Перегружаем. Вот видите, мы подключились к shop. То, что мы добивались. Путь мы прописали правильно. Теперь далее продолжим в следующем скринкасте. Спасибо. Продолжение следует...